Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Лариса Леонидова. И сегодня в программе «Психолог и я» мы поговорим с вами о счастье. Мы все хотим быть счастливыми. Мы к счастью стремимся, мы счастье строим, мы о счастье думаем. Иногда мы за ним гонимся. И при этом наши усилия иногда похожи на то, как... Если бы мы собрали дюжину солнечных зайчиков, связали их в пучок и велели им дружно петь хором, счастье по-прежнему ускользает от нас. И при этом есть совершенно простые способы действия, которые могут позволить нам стать счастливыми прямо сейчас. И первое – это благодарность. Вы можете вспомнить тех людей, тех близких людей, которым вы испытываете чувство благодарности. И подумать, за что вы благодарны им. И при этом лучше, если это не будет звучать, ну, такой общей фразой, ну, за то, что он хороший человек. А за что именно? Что именно этот человек делает для вас такого, за что вы ему по-настоящему благодарны? Может быть, он умеет как-то по-особенному вас слушать? Или у него всегда находятся самые точные, самые правильные слова поддержки? А может быть, только он может вас рассмешить и поднять вам настроение, когда кажется, что там хмурые тучи полностью залатли горизонт. И когда мы переживаем чувство благодарности, мы не можем быть несчастными. Мы обязательно переживаем в душе что-то очень теплое, очень приятное. Есть ряд научных исследований о том, что люди, которые чаще других испытывают чувство благодарности, субъективных по их ощущению, на 25% чувствуют себя счастливее, чем другие. Благодарность действительно делает нас радостнее, делает нас счастливее. А с другой стороны, вот когда мы ожидаем благодарности, вот это, напротив, может сделать нас несчастными. Есть такая замечательная фраза одного из восточных мудрецов о том, что наивысшей добродетелью является чувство благодарности. Но еще больше добродетелью является чувство меры в претензии на благодарность других. И еще очень важный момент, говоря о благодарности, об этом важно не просто подумать и вспомнить. Очень здорово донести это до другого человека. Мы с большей легкостью и чаще себе разрешаем говорить другим о том, что с ними не так. А вот сказать, за что мы им благодарны, мы почему-то иногда смущаемся или стесняемся. И можно взять телефон и отправить смс прямо сейчас с такими словами благодарности. Чтобы почувствовать себя счастливым, бывает, не нужен грандиозный повод. Каждый день в нашей жизни происходят какие-то радостные события. Я абсолютно уверена, что и в вашем сегодняшнем дне тоже были такие события. Буквально несколько секунд. Вспомните, что радостного, что хорошего произошло прямо сегодня в вашей жизни. И мы так устроены, что мы каким-то удивительным образом негативное событие умудряемся преувеличивать. Придя домой, ну, чаще, ну, правда, чуть чаще, мы рассказываем о том, что сегодня было не так. Мы рассказываем о каких-то неурядицах на работе. Можем рассказывать о своих сослуживцах, которые нас раздражают. А может быть, о начальнике, который постоянно дает какие-то бессмысленные, бестолковые занятия. Мы можем очень долго переживать по, ну, какому-то взгляду, брушенному на нас. Но удивительным образом, столь же долго радоваться взгляду улыбчивому мы не будем. Есть очень простой совет, чтобы стать чуть счастливее, выбросите свою измерительную линейку радости. Радоваться можно самому простому и тому, что буквально рядом, близко. Есть такая история про человека, который шел по дороге и вдруг увидел путника, который шел с очень тяжелой ношей. И он спросил, скажи, почему ты так надрываешься? Для чего ты несешь такие тяжести? Он говорит, я страдаю ради счастья моих детей. Мой прадед страдал ради счастья деда. Мой дед страдал ради счастья моего отца, и мой отец страдал ради моего счастья. Человек удивился и спросил, скажите, а хоть когда-нибудь кто-нибудь был счастливым в вашей семье? Он говорит, нет. Но мои дети обязательно будут счастливы. Я все делаю для этого. Именно поэтому сейчас я так страдаю. На что человек ему ответил, не умеющий читать, не научит другого. Крот не сможет воспитать орла. Для того, чтобы научить наших детей быть счастливыми, очень важно уметь это делать самому. И еще обязательно в жизни есть дела, которые мы делаем с радостью, делаем с удовольствием. Вот нас не нужно это заставлять. Очень часто это называют хобби. Хобби – это не просто приятное времяпрепровождение. Это возможность почувствовать себя успешным. Это возможность наполниться вот такой совершенно замечательной, кипучей, как говорят, энергией. Когда мы увлеченно занимаемся тем, что нам нравится, что доставляет нам удовольствие, мы обязательно становимся чуточку счастливее. Мы так устроены, что когда мы делаем то, что хотим, а не то, что надо и должны, или нас каким-то образом заставили, мы становимся немножко детьми. А дети умеют быть счастливыми прямо здесь и прямо сейчас. И еще, вот таких советов, рекомендаций, как по счастливым, очень много. Их очень много в интернете, их очень много в литературе, в различных передачах. И мы тоже сегодня поговорили с вами про это. И мне бы еще хотелось вам сказать, что иногда такие советы становятся ну таким своеобразной уловкой, своеобразным отвлечением от ума. Мы читаем, ну немножко чужие советы. Все-таки, чтобы быть счастливым, очень важно не одевать чужие одежды счастья, а понять, что же нужно именно тебе, что именно тебя делает счастливым. Уважаемые телезрители, свои вопросы, пожалуйста, присылайте по адресу электронной почты, которую вы видите на своем экране. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин